Доброе утро, Полтава! Сегодня мы, как всегда, в офисе 1580. Сергей, как прожили последние сутки? Тяжело, тяжело прошли последние сутки. Как и ожидалось, ночью у нас был обильный снег, работало 16 единиц техники. Основной упор в начале почистки мы делали на центральную часть города, то есть на троллейбусные и автобусные маршруты. Ближе уже к ночи поехали по поселкам. Тоже основная, скажем так, работа заключалась в том, чтобы обеспечить нашу инфраструктуру. То есть это больницы, хлебозаводы, ну, основные объекты. Ну, в принципе, я считаю, что справились. Я прошел в 6 утра уже центральную часть города и обошел. Посмотрел, что ситуация вполне у нас контролируемая. Особенно хочется отметить очень хорошую работу как по декоративной культуре, которые в парке, ну, у нас в корпус, я не могу сейчас сказать по остальным. Ну, думаю, что там примерно такая же ситуация. Асфальт у нас вычищен практически. Подтверждаю, корпусный почищен. Это я видел только что сам лично. На сегодня у нас вроде бы снега не ожидается. Температура. Температура у нас остается днем минус 4 градуса. Ну, я думаю, что да. Должно быть сегодня более спокойно, чем все. Все 16 единиц работали всю ночь? Ну, в начале вышло 10 единиц. И 6 единиц это трактора-щетки, которые выехали после того, как уже снег более-менее перестал идти, потому что есть определенная технология трактора. Целую ночь они работали или это как? Да, они продолжают сейчас работать. То есть двухсменная работа у водителей? Двух или трехсменная? Ну, сейчас в две смены работают. Просто это тяжело, если ночью опять в ночь. То есть в две смены работают. Сейчас продолжают посыпать. Мы пока трактора сняли. Хорошо. Из плохого что-то? Из плохого, ну как, не совсем это плохое. Женщину спасли. Но тем не менее, что на южном вокзале упала женщина с моста. Наша спасательная станция вместе с полицией эту женщину спасли. Там, кстати, вчера на сессии что-то на спасателей наших стоял вопрос, выделялась еще какая-то сумма? Да, конечно. То есть они выполняют свои функции? Очень и очень хорошо, да. Все. Слава Богу, значит спасают, это хорошо. Что еще? Ну, держим сейчас ситуацию на контроле. Значит, будем сейчас проводить, я думаю, так сказать, разбор полетов. Первое, сейчас будем связываться с инспекцией. Если коммунальные службы сейчас работают, то я, в принципе, прошу вас сейчас по центральной части. Не, ну я вижу, дворники кругом работают. Дворники работают, но предприниматели, скажем, не все у нас вышли. Понятно. Как вы видите по сводкам, аварийность увеличилась, не увеличилась? Ну, пока в связи с отоплением, пока более-менее. Я имею ввиду на дорогах машины? На дорогах есть у нас аварии, но тоже ж. Эти аварии у нас связаны с тем, что из-за основного, основное это нарушение правил дорожного движения. То есть, допустим, вчера была авария на улице Карвалитных, да, Патриарха Мстислава, но там же ж установлен знак, там установлен знак Снежинки. Ну, да, в головолёт, в такую погоду. Мы тоже вчера сидели на работе до 11 часов, я видел, как вот тут на кругузу все бешеные скорости люди летают, то есть. Ну, вот такая вот, в принципе, ситуация. Граждане, переходя дорогу, наблюдаем налево-направо, смотрим, потому что в машин тормозной путь сейчас удлинился очень серьезно. И всегда благодарим, если остановился водитель, пропустил вас. Всем удачи и хорошего дня. Пока.